Лариса Петровичева «Ведьма западных пустошей» Глава первая. Идущий во мраке. Мужчина был красив. Даже очень красив. Высокого роста, с идеальной фигурой мраморного античного бога, темноволосый и синеглазый, с чётко очерченными губами и тонкими чертами лица. Он не мог не привлекать. Он притягивал к себе взгляд. Но за этим притяжением сразу же ощущалась какая-то странная неприязнь, почти брезгливость. Такая бывает, если смотреть на насекомое. Сперва оно завораживает очертаниями и красками причудливых крылышек. Но потом невольно замечаешь жало с дрожащей ядовитой каплей. Девушка, которую он столкнул на край кровати, смотрела на него с мольбой и надеждой. «Выпьешь». Мужчина продемонстрировал бутылку светлого вина. Девушка быстро закивала, словно её согласие могло помочь ей освободиться. Мужчина плеснул вино в бокал, протянул девушке, и она сделала глоток, держа бокал за ножку дрожащими пальцами. Так учат в пансионах благородных девиц. Только ученицы там не трясутся. Впрочем, учениц таких пансионов не крадут среди оживлённой улицы и не привозят в заброшенные дома. «Это как-то неправильно. Так не бывает. Всё-таки это было». Девушка сама не знала, что именно заставило её улыбнуться этому мужчине, когда в нему знакомому, и послушно сесть в его экипаж. А ведь матушка не раз предупреждала. «Отлично», — кивнул мужчина. «Всё правильно, всё так и должно быть. Дети ответят за грехи отцов. Те, кто принёс бесчестие и смерть, получат то же самое». Девушка схлипнула, пытаясь держаться и не впасть в истерику. Но было видно, что её колотят от страха. Она старалась казаться покорной. В этом была слабенькая надежда. «Пожалуйста», — наконец прошептала она. «Пожалуйста, я прошу вас, отпустите меня. Я никому не скажу». Мужчина ухмыльнулся. «Не разговаривай со мной», — холодно приказал он и плавно провёл рукой по воздуху. От его пальцев потянулись сверкающие голубые нити, опутали шею и запястье девушки и дёрнули её к нему. На колени. Оцепенение не уходило. Мужчина снова провёл рукой по воздуху, словно гладил невидимое животное. Девушка покорно сделала шаг вперёд и опустилась перед ним на колени. Она понимала, что не сможет сопротивляться, звать на помощь, царапаться, кусаться. Она молилась лишь о том, чтобы всё кончилось поскорее, и мужчина с лицом и телом античного бога позволил бы ей уйти. Она ещё могла надеяться, что он позволит, хотя в памяти уже плыли газетные заголовки. «Третья жертва неизвестного душегуба». «Четвёртая жертва неизвестного душегуба». «Пятая жертва». Девушка никогда бы не подумала, что чудовище может быть таким. Не горбатым уродом с клыками и когтями, что смердит подвальной гнилью, а красивым и светским господином, от которого пахнет дорогими духами. Монстрам ведь полагается быть совсем другими, правда? «Барышня», — усмехнулся мужчина, устало запрокинув голову к высокому потолку. По фреске бежали трещины. Этот дом давным-давно был пуст. «Милая барышня, которая хотела замуж». «Хотела, правда?» Девушка всхлипнула. «Все девушки хотят выйти замуж. Семья — это главное. Но сейчас она невероятно отчётливо понимала, что у неё этого никогда не случится». Вспомнилась тропинка, которая бежала среди полей. Ветерок скользнул по верхушкам трав. Девушка увидела себя, ещё живую, ещё свободную. Она шла рядом с тем, кого любила. И тогда всё было хорошо. «Шлюха», — устало сказал мужчина и мягко провёл рукой по воздуху. Ещё одна голубая нить отделилась от его пальцев, стремительно охватила шею девушки и сделалась красной, наполняясь кровью. Ночью пошёл дождь. Когда Аделин поднялась на третий этаж в свой кабинет, куда никому из обитателей дома не дозволялось входить, то капли грохотали по карнизу так задорно и весело, что она, кажется, собственных мыслей не слышала. Закрыв за собой дверь, Аделин подошла к окну. Сад тонул в дождевом мареве, и крыш посёлка было почти не видно. Ну и ливень. Она раскрыла тяжёлые рамы, впустив в кабинет свежий прохладный воздух, пахнувший водой, зеленью и свежестью земли, и, взяв со стола медный тазик, выставила его за окно, собирая воду. Дождевая вода, сила небесная и земная, лучше всего подходила для того, что ей предстояло сделать. Спустя несколько минут Аделин поставила тазик с водой на стол, села и некоторое время собиралась силами, в очередной раз отгоняя от себя мысль о том, что она занимается чем-то недостойным. Да, её благородный родитель никогда не одобрял занятий незаконно рождённой дочери, о чём говорил прямо. «Аделин, за это инквизиция тебя по головке не погладит, пусть у тебя и разрешение есть. Не надо, дочка, займись чем-нибудь другим. Вон, вышивай лучше, пяльцы три месяца нетронутой лежат». Аделин в очередной раз чувствовала себя маленькой, жалкой и слабой и уходила в комнату, где сидела на кровати, поджав колени к подбородку и думала, «Но почему меня создали именно такой? Разве я просила родиться ведьмой?» Нет, она с удовольствием была бы обычной девушкой. Играла бы до поры в куклы, а не в корешки мандрагоры и птичьи перья. А потом вышла бы замуж за какого-нибудь приличного человека. И никогда не творила бы никакой магии. «Нет, ни за что». «Не имеет значения», — сказала Аделин вслух. Бросила взгляд в зеркало, увидела в отражении светловолосую девушку с решительным бледным лицом. «Правильные черты, красивые карие глаза, аккуратный нос. Очаровательная невеста из нее бы получилась. Но кто настолько смел, чтобы взять в жены ведьму западных пустошей? Ее уважают, ей кланяются, у нее есть друзья и хорошие знакомые, но ни одна живая душа не рискнет сблизиться с ней по-настоящему». Аделин понимала это с раннего детства и не искала ни любви, ни искренней дружбы. «Есть те, с кем можно поздороваться и поговорить о погоде. Ну и хорошо». Она опустила пальцы в воду, несколько раз провела по кругу, и вода забурлила, вскипела, потеряла прозрачность. В тазике перед Аделин появилась картинка. Большой зал с высокими окнами и защитными иероглифами на мраморных стенах.